Первая заповедь, которую Всевышний дал народу Израиля, была заповедь освящения нового месяца, то есть заповедь о еврейском календаре. Еще в Египте за две недели до исхода Всевышний показал Моша Робейну только что появившуюся на небе луну и сказал «Месяц это для вас начало месяцев». Объясняет устная Тора «Когда увидишь на небе луну вот такой формы, сказал Всевышний Моша Робейну, значит начался новый месяц». Согласно Медрашу, тайну счисления дней в году Всевышний открыл еще первому человеку, Адаму, и от него по цепочке передачи устной традиции и божественных знаний она дошла до Авраама, праца еврейского народа. Тем не менее, свое практическое выражение она нашла лишь после того, как была дана Моша Робейну в качестве заповеди Тора, предназначенной для всего еврейского народа. Согласно Аллахе еврейскому закону, устанавливать новомесяч Рош Ходреш имеет право только Сангедрин, Верховный Еврейский суд. На основании показаний свидетелей, видевших новую луну. Однако в 4 веке новой эры глава последнего Сангедрина Робейли-Аляна-Си составил на основании математических расчетов тот календарь, которым пользуемся по сей день, осветив все новомесячья до скончания времен. Он предвидел, что при все более усложняющихся условиях изгнания, освещение нового месяца на основании свидетельских показаний очень скоро станет невозможным. Рош Ходреш обладает некоторыми признаками праздника, а именно, в молитве Амеда добавляют вставку Ялев Яво. После молитвы Амеда читают Хали. К ченю Тора вызывают четырех человек, а не трех, как в будни. После утренней молитвы молятся молитву Мусав. В Рош Ходреш запрещено поститься. Хотя Аллаха не запрещает работать в Рош Ходреш, согласно древней традиции, женщины в этот день не работают. Устная Тора говорит, что в награду за то, что женщины отказались отдать свои золотые украшения для сооружения золотого тельца, Всевышний сделал для них Рош Ходреш праздником. Последнюю субботу перед наступлением нового месяца в синагоге после чтения Торы совершают церемонию благословления наступающего месяца. Поэтому такую субботу называют Шаббат Мевархим, субботу, в которой благословляет наступающий месяц. С заключением заставляет последнюю субботу перед праздником Рош Шана. Как объяснил Раби Исроэль Бааль Шемту, эту субботу наступающий месяц благословляет сам Всевышний, и тем самым дает народу Израилю силу освещать все остальные месяца года. Шаббат Мевархим принято приходить с инагога раньше обычного. Чтобы еще до утренней молитвы прочитать в Миньяне всю книгу Таилим. После чтения Таилим произносят Кадиш Ятом. А если в Миньяне есть человек, который обязан читать Кадиш Ятом по умершему, он делает это после прочтения каждой из пяти частей книги Таилим. Согласно Кабале, Рош Шходушь – особый день, предназначенный Всевышним для исправления всего мира и искупления грехов человечества, как сказано в молитве Мусав этого дня. Время искупления всем поколениям. Когда существовал храм, в Рош Шходушь совершали особые жертвоприношения, но и не их заменяют наши молитвы. Отсюда происходит обычай – считать канун Рош Шходуша малым емкий пуром, поститься в этот день до полудня и читать особые молитвы и гимны – слехот. Однако в последнее время немногие придерживаются этого обычая. Помимо Рош Шходуша, Лоха предписывает нам каждый месяц совершать освещение новой луны. Эту церемонию начинают лишь после того, как окончательно стемнеет и свет луны становится ярким. И освещает луну, когда ее закрывают облака. Но если облачность легкая и луна видна, то согласно сухой буквой закона освещать луну разрешается. Тем не менее, тот, кто стремится исполнить заповедь как можно лучше, даже в этом случае ждет, пока небо вокруг луны совершенно очистится. Несмотря на то, что в принципе на луну достаточно взглянуть лишь один раз перед началом освещения луны. Если начать богословение, когда небо было чистым, и вдруг неожиданно появились облака, расслоняющие луну, богословение заканчивает, не обращая внимания на эту помеху. Однако, если по нему плывут облака, и совершенно очевидно, что еще до окончания освещения луны они закроют луну, начинать благословение запрещается. Если в самом начале ночи небо чистое, и луна светит ярко, а для освещения луны остается только 2 или 3 дня, есть опасения, что погода может испортиться, Аллаха позволяет сначала совершить освещение луны и лишь потом молиться вечернюю молитву. Тем более, так можно поступать в дождливое время года, когда ясные ночи редки. Церемонию освещения новой луны следует совершать под открытым небом. Лишь в крайнем случае, например, когда на земле много грязи, разрешается делать это под крышей. Освещение луны совершают не раньше, чем через 3 суток после появления новой луны. Согласно Кабале, следует ждать 7 суток. Крайний срок освещения луны 14 суток, 18 часов и 22 минуты с момента ее появления, после чего она уже не увеличивается и потому не является новой. Вот почему так важно знать точное время рождения луны. Иногда из-за дождей становится возможным совершать освещение луны буквально в последние минуты. Совершая освещение луны, все дадут думать о том, что суть этой заповеди – молитва о скорейшем восстановлении царства Давида, и что исполняя ее мы ускоряем и приближаем полное и окончательное освобождение всего еврейского народа, которое наступит с приходом Ашиеха, дай Бог, чтобы это произошло в скорости в наши дни. Лучшее время для исполнения заповеди об освещении луны – исход субботы. На исходе субботы был разрушен Русалимский храм, и Шхина ушла в изгнание. Именно в этот момент мы возвещаем о нашей вере в грядущее обновление Израиля и возвращение Шхины. Но если есть подозрение, что погодные условия не позволяют сделать это на исходе субботы, луну освещают в будни. Желательно, чтобы церемония освещения луны проходила как в как можно более торжественной обстановке, на улице при участии большого количества людей, одетых в праздничной одежде. Есть счастливы выполнять эти условия именно на исходе субботы, после вечерней молитвы, когда все люди одеты по субботнему. Однако, если погода неблагоприятствует, освещение луны лучше совершать даже в одиночку. Согласно принципу, проворные стараются исполнить заповедь как можно раньше. И освещают луну в пятницу вечером и в ночь накануне какого-либо праздника, чтобы не нанести урон чести святого дня. А также, исходя из принципа, не смешивают различные виды веселья. Но это правило отменяется, если лишь в эту ночь погодные условия позволяют совершить церемонию освещения луны, а на исходе субботы или праздника освещать луну уже будет поздно. Вместе с ав луну не освещают до исхода девятого ава. Вечером после поста сначала надо что-нибудь поесть и лишь потом освещать луну. Так следует и поступать в емкий пур. Скорбящий по умершему близкому родственнику не освещает луну в течение первых семи дней. Но если траур закончится лишь 10 суток после появления новой луны, то этот запрет снимается. Читая заключительную часть благословения, не кланяются, когда произносят «Мы же преклоняем колени», чтобы со стороны не показалось, будто мы поклоняемся луне. После освещения луны принято слегка встряхнуть углы малого талита, которым привязываются цитры. Субтитры подогнал «Симон»